Здравствуйте! Вы смотрите Финтаймс и Краборен 21. В студии Фарида Ашралова и мы будем говорить о самых актуальных новостях в мировой финансовой энергетике. После реконструкции в Пиралахинском районе состоялось открытие под станцией Дубенби. Срочной встречи министров стран ОПЕК-плюс в связи с коронавирусом в феврале не ожидается министр энергетики Азербайджана. Правительство Китая выделило 10 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции под станцией Дубенди. Мощность станции в Пиралахинском районе 110,35,6 кВт. Отмечается, что в стране будут продолжены работы по восстановлению и модернизации под станцией. Во втором квартале года к работе приступят совместные предприятия SOCAR AQS и американская Haley Burton. Стороны заключили соглашение, на основе которого будут предоставлять материалы и услуги для нефтяной промышленности. По данным SOCAR AQS, новая компания расположится в Баку и сфокусирует свою деятельность на операциях как на суше, так и в море. По словам старшего вице-президента Haley Burton в Европе, Евразии и субсахарском африканском регионе Ахмеда Кенави, предприятие будет нацелено на предоставление высококлассных услуг в соответствии с растущими потребностями в материалах, оборудованиях, в нефтегазовой промышленности. В неплановой встрече министров стран ОПЕК+, в связи с коронавирусом в феврале не ожидается. По словам министра энергетики Азербайджана Пиарвиза Шахбазова, стороны обсуждают влияние на рынок нефтевируса из Китая в формате ОПЕК+. Координацию этих обсуждений осуществляет секретариат ОПЕК. Обсуждение проводится и непосредственно между самими странами-участницами сделки, отметил министр энергетики Азербайджана. По его словам, после того, как в стороны проанализировали рынок, пришли к мнению, что ранней встречи министров не будет. Она состоится, как и планировалось ранее, в марте. Напомним, что технический комитет ОПЕК+, накануне рекомендовал странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тысяч баррелей в день, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса. Цены на нефть перешли к снижению из-за негативного влияния коронавируса на промышленность Китая, крупнейшего мирового импортера нефти. Несмотря на то, что 10 февраля многие китайские предприятия возобновили работу после длинных выходных и новогодних праздников, части организаций все еще закрыты. По мнению экспертов лондонского Capital Economics, распространение коронавируса обойдется глобальной экономике более 280 миллиардов долларов. И это только за первые три месяца 2020 года. Таким образом, будет положен конец непрерывному росту мирового ВВП 43-й квартал подряд. Как отмечает экономист Capital Economics Саймон Макадам, коронавирус будет остановлен, и мировая экономика наверстает потерянное производство. Уже к середине 2021 года объемы ВВП достигнут того уровня, на котором бы находились в случае отсутствия эпидемии. В Китае на правительственном уровне обеспечивают рынок продуктами и товарами повседневного спроса. Цены на зерно и нефть в стране оставались стабильными. Стоимость мяса изменилась незначительно. Снизилась цена на мясо птицы и фрукты. Овощи подорожали. В некоторых регионах все еще существует кратковременная нехватка. Например, свежее мясо и овощи. Маски и дезинфицирующие средства могут периодически отсутствовать. Более 10 миллиардов долларов выделило правительство Китайской Народной Республики на борьбу с коронавирусом. По сообщению Министерства финансов, выделенные средства будут направлены на диагностику и лечение зараженных вирусом. Также будут использованы для покрытия финансовых затрат регионов, чтобы ни один из них не столкнулся с материальными проблемами. Тем временем предприятия 30 из 31 регионов провинциального уровня возобновляют производство. По словам заместителя директора по экономике и торговле комиссии, ключевые предприятия по всей стране восстанавливают производство и бизнес. Заместитель директора отметил, что регионы с серьезной эпидемией все еще должны сосредоточиться на борьбе с эпидемией. В настоящее время, за исключением Хубея, остальные 30 предприятий провинциальных регионов возобновили производство и бизнес. Согласно мониторингу, 73% производителей масок восстановили свои производственные мощности. Более 94% предприятий по производству и переработке зерна возобновили производство по всей стране. Поставки природного газа, электричества и рафинированной нефти составили больше, чем необходимо. Гражданская авиация, железнодорожные и водные транспортные сети работают нормально. Завтра в Женеве начнется двухдневный форум Всемирной организации здравоохранения, посвященный разработке вакцины от коронавируса. По последним данным, жертвами вируса стали более 900 человек по всему миру. Количество зараженных превысило 40,5 тысяч. Поддержку по организации оказывает глобальное научное сотрудничество обеспечению готовности к инфекционным заболеваниям. В Китае отправлена международная экспертная группа во главе с ВОЗ для оказания помощи в преодолении эпидемии и выявлении источника заболевания. Американские фондовые индексы по итогам прошлой недели снизились. Несмотря на сильные данные по рынку труда, число рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 225 тысяч. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются. Инвесторы опасаются за экономику Китая и всего мира, поскольку коронавирус представляет угрозу для целого ряда отраслей, включая туризм, торговлю и перевозки. Это были главные новости мира финансовой энергетики. Оставайтесь на CBC. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok